На исходе субботы, за 40 минут до воскресенья, в Михайловске, который уже 67 лет как город, в очередной раз пьяным за рулем оказался местный юный, но уже конкретно рецидивный, вплоть до уголовщины, водитель-лишенец. 23-летний кадровый алкаш управлял в ночи колясочным мотоциклом рыбицкого производства, и на улице Орджоникидзе около 27 дома он с пьяных шар не различнул такую мелочь, как автомобиль, киосит с 20-летним пилотом внутри, и въехал к нему в пятую точку, то есть дверь на заднем входе, после чего вместе с коляской и двумя пассажирами срикошетил в кювет. 21-летний, обнимавший водилу сзади, вместе с раной, ушибленной головы, был помазан зеленкой и отпущен медиками исцеляться там, где и стены помогают от головы. В ДТП пострадал 15-летний пассажир мотоцикла, сидевший в коляске. Он и водитель мотоцикла были доставлены в приемный покой Михайловской городской больницы, откуда водитель мотоцикла скрылся в неизвестном направлении. Юношу, получившего сотрясение головного мозга, вывих лучезапясного сустава левой руки и перелом большеберцовой кости, пришлось вести к специалистам в Екатеринбург, в девятую детскую больницу. Что же касается того, кто держался за рога мотоцикла, то им занялись специалисты местные из ГАИ и спустя три часа нашли его, все еще не протрезвевшего. Выяснилось, что до этого он вылавливался пьяным за рулем дважды, причем второй раз уже во время предыдущего лишения, за что уже по уголовной статье он был приговорен к 240 часам обязательных работ и поражен в водительских правах еще на два года. Теперь же ассортимент испытанных на себе вариантов возмездия он пополнит административным арестом, который по статье КОАП 12.8 часть 3 не просто до 15 суток, а минимум 10. Продолжение следует...